Давайте продолжим. Давайте продолжим. То, в чем находится, то, что получал. Это важно. Идут отклики от наших зрителей, которые смотрят у нас в записи. И то, что для нас сейчас кажется естественным, мы движемся в этом сезоне, в апостольско-пророческом сезоне. Мы движемся в откровении апостолов и пророков. Мы начинаем понимать, что это за сезон восстановительный, когда у церкви проверяется фундамент, который когда-то был либо завален чем-то, либо убран вообще, и церковь зашатала. И вот когда идет этот восстановительный сезон, и мы в нем, для нас есть вещи, которые очень естественны. Но это неестественно вообще для церкви, потому что идет нарастание этого откровения. Что за сезон такой апостольско-пророческий? А что это за труд такой духовный, который Господь сейчас производит? А с чем это связано? И может быть наша завтрашняя конференция, это тоже отклик на то, что даже немножечко отступлю в сторону, так как лагерь, и вот это вот последнее время христианский детский лагерь, все последнее время было занято подготовкой к этому. Какие-то созвоны, какие-то стыковки, какие-то обзоры, покупки. Это занимает много времени, так как прошлый год его не повторишь, не возьмешь прошлую программу и не перетянешь ее в следующий год. Часть детей, они посещают этот лагерь из года в год. И вы сами понимаете, что это всегда новая программа. И это не только потому, что это неинтересно будет детям, а это еще и потому, что сами служители понимают, что это не ум человеческий, а Господь должен двинуть понимание, что в этом сезоне для детей важно. Конечно. И в свете того, что у нас сейчас команды готовят конференции, и следующий по очереди был служитель, который сказал, а можно перекинуть наше служение, нашу конференцию, которую мы будем готовить на сентябрь месяц, потому что у нас там как раз годовщина команды. И получалось так, что логично, что на август месяц останется без конференции. Но нет. Вчера, надеюсь, что я правильно услышала, вчера было сказано, не будет никаких пропусков, готовим конференцию, и была дана тема. Я вчера уже получала слово, писала проповедь, и получается, одно другому не мешает. Подготовка к лагерю и конференция ежемесячная. И то, что еще срабатывало очень серьезно, скажу откровенно, потому что я смотрю на труд церковный разных команд, разных сообществ, и вижу, что где-то слишком мало таких вот событий совместных, а где-то чрезмерно много. Люди устают, и это, знаете, как объедаться. Это как слишком много суеты духовной. События за событием, события за событием, собрания за собранием. И человек не может даже побыть наедине с семьей, наедине с Богом. Постоянно вот эта вот круговерть церковная. И найти золотую середину не так-то просто оказалось, чтобы и люди не угасали, чтобы у них жажда оставалась по встречам нашим, чтобы это всегда было событием. И вот то, что нам сейчас предложено иметь вот такую общую встречу один раз в месяц, для кого-то это слишком мало, для кого-то даже это слишком много на фоне того, что разные площадки. Вот поэтому конференция, все мои откровения, они завязаны на конференции. Много я пропускаю себя сегодня, просто анонсировала то, как это было. Завтра, может быть, немножко я скажу об этом поподробнее. Но то, что вчера принятое решение, вчера полученная тема, вчера собранная проповедь и обращение, скажем так, к команде. И сегодня может быть продолжение, а завтра уже нужно это все выбить на гора. Поэтому слово вам. Мы продолжаем говорить о том, что Господь в течение этой недели нам открывал, что Он говорил, в каких откровениях мы ходили, какие события были в нашей жизни, как у пророческих людей. И мы увидели уже сейчас, что все то, что глазами человеческими выглядит, как нарушение обычного хода вещей, вот то, что Надя сказала, ломается то, ломается это, не работает то, отключается следующее. Если посмотреть на это духовными глазами, но это реально может быть тем, что физический мир не может вынести такого количества Божьей славы, выдержать такого количества Божьей славы. И завтра мы, кстати, тоже об этом будем говорить, что порой люди испытывают давление, но вот эта тяжесть, это и есть помазание, которое сходит на человека. Такое, знаете, иногда люди говорят, я испытываю давление. Так вот тоже надо понимать, от Бога это давление или это не Божье давление. И по атмосфере вы это чувствуете. Несмотря на то, что идет давление, вы понимаете, что это работа Духа Святого. Аллилуйя. Давайте продолжим. Кто следующий? Я так понимаю, что я. Да, неделя непростая на самом деле. Всегда хорошо и приятно приезжать туда, куда хочется приехать. И одновременно тяжело уезжать оттуда, где хорошо. И сейчас вот как раз таки всю эту неделю то состояние, когда внутренне я пытаюсь справиться с переживаниями, огорчениями от того, что завершается период нашего пребывания здесь, в теплом Краснодаре. И необходимо возвращаться вновь на вахту, туда, где холодно, сыро, серо, и работать. Плюс к этому добавилось на этой неделе еще и огорчение по поводу того, что моя коллега практически на 99 процентов, скорее всего, она будет увольняться, уезжать из города. Потому что хочет место лучше. Есть определенные цели, есть ожидания. И кажется, все складывается. То есть это тоже был такой гвоздь, который был убит в сердце, что получается. Но вот я слушала Надежду, она говорила, нет, я не поддамся, да, вот и не буду реагировать негативно. Я, в отличие, как раз-таки я очень расстроилась. Это меня прям сильно задело, выбило. Почему? Скажу, почему не от того, что там мои какие-то не хочу или еще подобные, да, а от того, что, ну, на самом деле, нам удавалось с ней решать совместно многие вопросы по работе, решать которые мне в одиночку будет психологически. Давайте выключим микрофоны, потому что, Таню, слышно плохо, фон идет какой-то. Еще кто-то надумал делать какие-то ремонтные работы. Короче, дело не в наших микрофонах, ясно. Да, была тишина, все спокойно, и, видимо, к кому-то пришел работник. И, конечно, я тоже вот за это очень сильно переживаю, расстроена, честно сказать, потому что мы на своем месте, она хоть и человек неверующий, ну, как бы, как все в душе, да, два раза в год посещающая, вот, но все равно мы достаточно в хорошем тандеме с ней работали и помогали друг другу преодолевать. Само по себе, вот, момент возвращения, снова работа, и работа в том месте, где сложно психологически по разным моментам, умею еще и вот остаться сейчас, вот, как бы, наедине. Это очень сильно подкосило меня. Вот. Поэтому сложный был момент несколько дней, но Господь ободрял. Вот я скажу, что какого-то ответа, какого-то слова я не получила в этот раз ничего. Но Бог просто где-то утешал, где-то отвлекал, подбадривал, что-то предлагал, какие-то моменты, все равно утешение приходило. И вот здесь вот я, ну, как бы, очень благодарна Богу за то, что дает возможность справляться вот с этими переживаниями. И плюс еще тот момент, что, да, у меня у самой происходят внутренние вот эти поиски, поиски своего места по-прежнему, в том числе вот эта неопределенная ситуация, да, в служении, тоже кое-какая информация поступила, я пытаюсь спокойно на нее среагировать. Вот. И поэтому, знаете, что было в этот раз прям очень четко? Здесь начал действовать сатана, когда он стал мне подкидывать искушения и уловки не подключаться на служение. Вот такая вещь была. И пару таких мыслей возникло, но я понимаю, от кого это. Я сказала, нет, нет. Мы вернемся домой и будем, я буду подключаться, потому что я не хочу упускать возможность вот этого благоприятного общения. Вот здесь вот я так думаю, что практически он попытался сатана меня на крючок поймать. вот, но не удалось, не удалось. И я вот опять вот размышляю все над этим, что, Бог, ну что ты хочешь для меня, какие ты мне хочешь, вот все-таки планы, перспективы. Пока ответа я не получила. Я знаю, что всегда это происходит у меня внезапно. Но вот пока ответа нет, я продолжаю его ожидать, этого ответа, потому что помимо того, что в служении, как бы вот у меня сейчас, да, мне нужно дальше как-то продвигаться. Там, в поместной центре, да? Да, ну да, то служение, про которое я говорила, учительское. Вот, ну, как я и предполагала, да, теперь человек просто наслаждается лидерством. Вот такая информация есть. Ну, слава Богу, я постараюсь. Но я думаю, что Бог все равно сейчас, когда закончится вот этот мой отпускной период, даже духовно, душевно, душевно, правильнее сказать, душевно, Бог даст ответы. Просто сейчас, пока я так понимаю, думаю, а что, еще отпуск не закончился, поэтому у меня ответа нет. Но я думаю, что ответ будет, потому что Бог дает сейчас возможность размышлять, искать его лица и ожидать ответа, но он будет, и будет настолько явно проявлен. Я верю, что он уже есть. И вот это я провозглашаю в своих молитвах, что есть все ответы на те вопросы, которые у меня возникают. Вот в таких размышлениях моя неделя, и в таких эмоциональных переживаниях она проходила. То есть вот... Друзья, а давайте вот мы тоже, помимо того, что мы сейчас делимся с вами теми обстоятельствами, в которых мы были, давайте смотреть на это пророческими глазами, пророческими глазами, и завершать свой диалог с нами, свой разговор с нами, именно либо молитвой, либо пророчеством, либо новой песней от Бога. В этом тоже, потому что ожидать ответ, ожидать где? Когда мы это инициируем, он может прийти здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас. Потому что здесь концентрация пророческого духа, потому что мы собраны во имя Господа, мы собраны, зная то, кто мы и на что мы помазаны. Поэтому я хочу немножко вот такой немножко разворот сделать и опять вернуться к надежде, предоставить опять ей микрофон, чтобы она либо помолилась пророчески, либо взяла из духа новую песнь, спела ее. именно, знаете, понимая, что самое желанное для Бога. Это песня силы, песня атаки, песня победы, гимн и слава его мудрости. И это, мы понимаем, что это не минор, это всегда мажор, да, когда речь идет о победе. Это летавры, это фанфары, это трубы, это победа, это провозглашение. И вот мы сейчас вот такой разворот сделаем. Микрофон опять надежде, потом то же самое сделает Татьяна. И так как нас сегодня здесь чуть меньше, чем обычно, мы вот это сейчас ловите из духа, ловите из духа. Я знаю, что Наде где-то может быть проще, потому что это пророческий человек, и просто человек научен, открывая свои уста, и Бог наполнит. И, допустим, стартовать с нее легче, сложнее тем, кто только врастает в это служение. Заходит корнями в это служение. Поэтому у нас есть на площадке и добрые примеры. И мы можем вот эту атмосферу считать друг с другом и подхватить. Пожалуйста, Надя. Пока Танюша говорила, у меня в шахпил Валерий Леонтьев. Помните, песня у него есть про тигров? Я не могу прям дословно, но там есть, что он в клетку входит, и я говорю им «ап», и тигры у ног моих лягут. И Господь говорит Танюшке, «Танечка, у тебя уже есть эта сила, и ты можешь брать этот хлыст, который уже в твои руки вложен, и смело заходить в эту клетку, и говорить этому тигру «ап», и он вяжет у твоих ног. Потому что в этом хлысте моя сила, а в этой клетке заключен тот, кого ты называешь. И этот, он знает этот хлыст, а тебе только надо сказать «ап». Аллилуйя, Аллилуйя Богу! Опять мы выхватили из того, что Бог говорит ко всем, ко всему миру, но мало кто понимает, насколько большая глубина в этом сокрыта. И пусть все тигры лягут. Все положу под ноги его, все положу под ноги его, он в нас, и пусть позиция власти и силы всегда будет откровением для нас, чтобы мы никогда не считали себя слабыми, не считали себя малосильными, когда на человека сходит помазание, он очень сильно меняется, очень сильно меняется. Когда он держит в руках вот это откровение, хлыст как откровение, он всегда понимает, что вот она победа в его руке, вот она власть в его руке. Давайте сейчас сделаем следующее движение пророческое. Давайте, как когда-то было сказано Мужу Божьему, стучи, чтобы победа была, стучи, возьми и стучи. Мы сделаем это хлопками. Стучите до тех пор, хлопайте в ладоши до тех пор, пока не ощутите, что ваше состояние, оно поменялось, что победа, она вот она, она существилась, потому что вы, как пророческие люди, запустили этот механизм, запустили эту атакующую силу, высвободили ее. Когда говорят, что больше Дух Святой, сойди Дух Святой, наполни, это не от того, что человек неправильно молится, что Дух Святой уже внутри и этого достаточно. Нет, есть другая мера, и мы запускаем пророческими действиями эти вещи. Давайте включим микрофоны и будем хлопать, будем стучать. Можете стучать по столу, можете стучать в ладоши, можете стучать как барабан, но стучите до тех пор, пока не переменится атмосфера в том, о чем вы уже говорили или о чем вы будете говорить. Давайте сделаем это. Благодарю вас. Алли-луйя. 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 Аллилуйя, слава Богу, слава, 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 слава тебе Господь, Аллилуйя, Аллилуйя Господь, помазание силы, помазание властелей, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Таня, пожалуйста, что вы ощутили? Во-первых, вот такой поток, вот просто поток какой-то воздушный, и такое впечатление, что находишься вот в каком-то белом шаре, который тебя одновременно вот покрывает и освобождает. Мне тут еще и ноги подключились, потому что вот ритм просто четкий, и еще перед тем, как начать, пришло слово, мы дети совершенного Бога, и мы уже имеем то, что Он нам дал, просто мы здесь, суженные своим сознанием, своим мышлением традиционным, консервативным, мы сами же отрицаем и отталкиваем от себя то, что Он уже нам дал. Достаточно только смелости прибавить и где-то взять хлыст, а где-то протянуть просто руку или открыть объятия для того, чтобы принять все то, что Бог дал. Все это то, что Бог дал, уже принадлежит нам. И нужно иметь смелость, храбрость, готовность. Готовность это принять в себе и являть. Являть для того, чтобы вот это совершенство было в нас и через нас проходило вокруг. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. И да, еще шикарно поменяла атмосферу. Молитесь, Таня, молитесь, помолитесь. Сейчас? Да. О, Господь совершенный, спасибо тебе, Бог, спасибо тебе, Господь. Ты открываешься, ты отдариваешь просто нас вот теми дарами, которые ты для каждого из нас приготовил. Благословляю себя, своих сестер, братьев, близких на то, чтобы брать, брать спокойно, брать в откровении, брать уверенно и чисто, Господи, то, что ты даешь, мой Бог. Все те дары, которые ты для нас, и способности, и подарки, и вот все ожидания, которые мы отправляем тебе, ты уже нам даешь ответ. И, Господь, я прошу, меняется пусть мышление, сознание, сердце, Господи. Меняется атмосфера вокруг, и появляется смелость, готовность, вот где-то активность, бодрость, где-то смелость, отчаянность, Господи, в том, чтобы делать этот шаг, чтобы говорить о том, что мы хотим сказать. Чтобы именно действовать твоим словом, твоим оружием, Господь, являть здесь славу и благословлять других, и через себя, Господи, давать слова исцеления, ободрения и укрепления. Господи, помоги выполнить все то, на что ты нас уже приготовил и помазал, Господь. Пусть упадут вот эти шоры с глаз, которые мешают увидеть проявление тебя на земле. Пусть уши откроются, сердце откроется, Господи. Вот просто протянется рука, Господи, для того, чтобы взять и давать. Давать для служения, давать для других, брать для себя, Господи. Потому что иногда нам говорят, что скромность украшает человека, и мы живем вот в этой оболочке. Но это не та скромность. Ты, Господь, сказал нам, берите, дети мои, идите, используйте, применяйте. Пусть прославляется Твое имя через наши дела, через наши смелые поступки. Благодарим Тебя, великий Бог, Ты любящий, Ты просто безграничный Бог. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты проговариваешь, и Ты открываешь вот эти возможности, открываешь души, души для того, чтобы это принять. Спасибо тебе, Иисус. И пусть уйдет прочь вот эта неуверенность, закомплексованность, которая мешает кому-то из нас, мне в том числе, брать то, что Ты даешь. Брать, применять, использовать, распространять, прославлять. Имя Твое, Господи, я прошу Тебя, пусть с этого момента тот, кто нуждается вот именно сейчас, в этом слове, в этом ободрении, в этом помазании, Господи, пусть оно льется. Льется сейчас, и мы его будем принимать, и все его принимают, кто желает это взять. Господь, да пусть это все будет вот запечатано прямо сейчас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы примите силу, когда сойдет на вас Господь. Кто из нас без Духа Святого? Вы примите силу. Пусть эта сила поднимается и в наших голосах, и в наших поступках, в нашем принятии, в нашей отдаче, в наших мыслях. Сила Божья. Аллилуйя. Слава Богу. Пусть она сойдет на вас, как обновление сейчас во имя Иисуса Христа. Вы приняли эту силу. Мы все говорим на ином языке. Мы все движемся в дарах. Это Его сила. Помазывающий есть Бог. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, Таня. Движемся дальше. Виктория, Аня, пожалуйста, кто из вас. Давай, я могу, если позволите. Да, пожалуйста. Я сразу вспомнила, вот сейчас мы побождали действительно такую силу Божью. И вот мы с мужем вспомнили, что мы молились за перекресток. Там очень всегда было много аварий. И постоянно полицейские машины, где фиксировали случаи травм, аварий, люди страдали. И мы брали елей, да. Виталик, проснулся нам лишь. Мы брали елей и благословляли это место. И вы знаете, что вот сейчас муж уже сколько раз ездит этой дорогой. И он говорит, я уже не вижу того, что было раньше. Потому что раньше просто поток за потоком вот этих несчастных случаев было. И даже потом кто-то поставил крест, да, зеленый такой крест на этом перекрестке. И вот сила Божья и пророческие люди, которые слушают Господа, высвободили вот это помазание, которое разрушило это проклятие. И сейчас уже нам спокойнее, да, то есть нету таких несчастных случаев, поэтому сила молитвы, она действует. Вот. И что на этой неделе у нас происходило, как в семье, значит, со мной. Это связано с работой моего мужа Виталика. Дело в том, что поступило хорошее предложение, вот так как Виталик много ездит в командировке практически постоянно. И сейчас поступило предложение, чтобы он неделю работал, а неделю отдыхал, да. И, значит, фирма оплачивает, дает квартиру, вот, и я могу тоже ездить туда, да, там, где его новое место работы будет, вот, и там свободная будет квартира, и мы можем также возвращаться потом домой. Но плюс еще в том, что, дело в том, что уже нас предупреждают, что с октября месяца опять будет давление на прививки, вот. И если раньше муж ночевал в отелях, они не брали людей, которые не привиты, да. И где ночевать, непонятно. Вот. И уже Бог заботится о том, что это будет квартира от фирмы, и где директор, он свободно, да, то есть привитый ты, непривитый, главное, чтобы ты работал. Вот. И поэтому уже Господь подготавливает, чтобы мы обошли этот вопрос, да, и не столкнулись вот с тем, потому что много людей теряют работы из-за этого. Очень сильное давление происходит. Вот. Хотя, как бы, свободно говорят, хочешь прививайся, хочешь нет, но условия такие ставят на работе, что ты просто вынужден это сделать. Вот. Поэтому, слава Богу, что Бог вот уже заранее готовит, да, чтобы мы не попали вот в эту такую ситуацию. Вот. И сегодня я, когда молилась именно за служение, что, Господь, ты хочешь сказать, да, и у меня утром пошла молитва. Я увидела, как Господь духом своим начал двигаться на страны, и шло слово молись о странах. И у меня первая мысль, это была Россия, Украина, Беларусь, Германия, Казахстан, Киргизия, Израиль, да, то есть там, где происходит, ну, такие, можно сказать, серьезные военные столкновения. И я понимаю, что Господь начинает двигаться, да, вот. И Господь говорит, благословляйте страны, благословляйте страны и сей слово, потому что мы, как пророческие люди, мы можем это делать, и по молитвам Господь будет это высвобождать. И потом я говорю, Господь, ну, подтверди своим словом, да. И вот он мне дал числа, 24 главу. И я хочу вот это прочитать. Значит, с первого стиха и по седьмую. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом к своим пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Говорит, слышащий слово Божие, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Здесь говорится о Израиле, но у меня было о многих странах. И я просто взяла вот это слово, что Господь обращает внимание во втором стихе, и что был на нем Дух Божий. То есть на Израиле был Дух Божий. И на этих странах есть Дух Божий, который производит Божью работу. То есть уже пошло духовное движение. И в шестом стихе, что эти страны, они расстилаются, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. И польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. То есть благословение, да, вот эти деревья алойные, вот этот кедр, да, и вода, которая течет, что Господь хочет благословлять эти народы и эти страны. Да, и вот у меня сегодня вот эта молитва была, и я понимала, что вот это надо сделать. Помолитесь сейчас прямо в прямом эфире за эти страны. И вы знаете, очень сильно откликнулось вот этот перекресток. Это немалая вещь, хотя, казалось бы, какой масштаб страна и перекресток, маленький перекресток на одной из улиц. Но именно сюда, на пересечении север-юг-запад-восток, обычно выходят колдуны, чтобы распространять проклятие во все эти стороны. Перекресток позволяет это сделать. Поэтому, когда будете молиться, еще раз утвердите власть Господа на этом месте. И, пожалуйста, вам микрофон. Иисус, Господь, я благодарю. Я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь, Господь. И я утверждаю власть Господа Иисуса Христа на этом перекрестке, Господь. И по слову Твоему, как Ты дал сегодня утром, я благословляю страны во имя Иисуса Христа. Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Израиль, Германию, Господь. Мы благословляем эти страны, Господь. И что Твой Дух Божий, Он уже двинулся. Что Ты имеешь свой план, свои цели, свое предназначение. И мы благословляем эти страны. Благословляем, что Твоя работа, что эти страны будут как сады при реке, Господь. Что это будет как колойное дерево и как кедры при водах, Господь. Мы благословляем эти страны, эти народы, Господь. Они Твои народы. И Ты делаешь свою работу, которую мы не видим, не для нашего глаза. Но мы верим и мы провозглашаем. Да будет совершенная воля Божья. Совершенная воля Божья. И как Ты сказал, и что превзойдет Агага, царь его. То есть Ты поразишь тех врагов, Господь, которые не угодны Тебе. И Ты благословляешь своих царей, Господь. Ты поставил этих царей, и Ты благословляешь их. И мы благословляем Израиль, Господь. Спасибо, Господь, Тебе за Израиль. И мы благословляем Израиль миром. Мы благословляем Россию миром. Украину миром. Беларусь миром. Киргизию. Казахстан миром. Спасибо Тебе, Господь. Пускай Твое помазание Божье, оно движется и совершает свое действие. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Жаустаня. Драгоценные, я вот сейчас понимаю, что не хватает тех людей, которые отсутствуют. Мы как-то уже сложились в целый пазл. И даже отсутствие одного, оно ощущается. Это если вы надумаете когда-нибудь не прийти, у нас будет очень не хватать. Я отмечаю, что даже когда одного нет, это ощущается. Это такой вес. Сижу и думаю, потому что была очень насыщенная неделя. И стартовало именно, не то что стартовало служение, стартовало у меня в соцсетях уже достаточно давно. Но вчера именно был пост активации его. Я понимала, что без моего личного свидетельства это служение, оно не начнет работать в полной силе и в полном помазании. И знаете, Господь ввел прямо пошагово. У меня очень откликнулось. Я только вчера увидела объявление о конференции. И это типом помазания, которое так случилось, что на последней конференции не осталось времени на него. Я вижу эту тему. Поэтому у Господа всегда ничего не пропадает и всегда вовремя. И это настолько чувствуется вот это единство, настолько Господь ведет. И вот этот личный уровень ответственности за свое собственное служение, ты понимаешь, что ты как бы ответственность несешь, но ты не одна. Чувствуется абсолютная поддержка. И знаете, вот это действие Духа Святого. Я вчера сделала этот пост, и была тяжесть. Была именно вот такая вот тяжесть. И ты понимаешь, что ты входишь вообще в новое, неизведанное. И что же там будет? Но у тебя уже столько подтверждений, что не сделает ты этот шаг, но тебя просто волной скроет. Поэтому приходится выгребать и плыть сейчас, прямо сейчас. И была такая атмосфера прям присутствия Духа Святого. Мне ребенок включил песню. И там, ну вот просто, я понимаю, что песня очень взрослая. Она не христианская, но там смысл такой очень христианский. И эти слова, что у тебя был огонь внутри, и теперь ты с этим огнем, прямо такие слова, теперь ты с этим огнем будешь нести тот мир, который у меня внутри. И это как слова Иисуса. Вот у меня в этот момент прямо мурашки прошли. У меня ребенок пел ее полчаса. Я ее слушала полчаса. После этого приходит, мам, ну ты мне скажи хоть смысл-то, в чем здесь? Я понимаю, что это Духа Святого. Это Дух поет. И вот это вот ощущение, этого помазания, но оно ощущалось на протяжении вот всей этой недели, прошлой недели, потому что были открыты шлюзы. Я понимаю, эта конференция, это как продолжение того, что нас как центр накрыло. Поэтому вперед. И очень будет интересно именно послушать человека, который в этом помазании ходит уже много лет, и послушать именно опыт. Это очень ценно и важно. И хочу, наверное, помолиться сейчас и, наверное, благословить вот эту конференцию тех людей, которые будут. Господь, приходим перед Твоё лицо. И я Тебя благодарю за сплоченность и единство. Я благодарю, потому что я понимаю, что это не человеческими усилиями Господь, но силой Духа Святого. Ты объединяешь и даешь такие откровения, которые зажигаются в самом центре сердца, и находят отклик, и остаются там, и возрастают, и приносят плод. Господь, я просто благословляю конференцию и заявляю, что эта площадка, она отделена для Господа. И сейчас снимаются рамки и ограничения. Сейчас снимаются все ограничения. Святой Дух действует там, где хочет. И всякие преграды, всякие уловки, я говорю, вам нет, вам нет места, вы не можете действовать среди тех людей, у которых есть желание, у которых есть потребность получить помазание, у которых есть потребность получить откровение, у которых есть потребность окунуться ещё раз глубже в Тебя, окунуться в Твоё познание. Довериться Тебе полностью Господь. Не только на словах, но всей своей жизнью. признаться самому себе, что можно сделать большее для Господа. Можно идти дальше за Господом. И все рамки ограничения в своем разуме убираются и стираются силой Духа Святого Господь. В имя Иисуса. Аминь. Иисуса, аминь, Иисуса, Господь, позволь нам плыть в этом потоке. Двинь этот поток. Есть присутствие Твое, когда мы наслаждаемся, а есть помазание Твое, которое давит, которое является огнем и силой. И в этом помазании мы можем ходить каждый день. Не только тогда, когда мы служим. Это ветхозаветное излияние, обещанное Тобой. Аллилуйя, лереки интера рабра, неросы барарагета тороса. И двигайся. Двигайся, Господь. И уже сейчас мы провозглашаем Твою направленность, Твое движение на этой конференции, Твое влияние, Твое прикосновение на этой конференции. Двигайся, Бог, Двигайся в силе, Двигайся в могуществе Духа Святого. Двигайся, Бог, Двигайся в силе, Двигайся в водительстве Иисуса Христа. Двигайся, Бог, Дай созерцать Твое могущество, Твою победу. Двигайся, Бог, Дай уловить Ветер Святого Духа. Провозглашаю силу, Провозглашаю мощь, Провозглашаю славу И победу Твою. Провозглашаю силу, Провозглашаю власть, Провозглашаю, что Жертве дни горит. Двигайся, Бог, Двигайся, Бог, Двигайся, Бог. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что здесь, на этом месте Ты уже стартовал в той конференции, которую Ты собираешь завтра. Мы благословляем тех людей, которые, несмотря на то, что это произошло по Твоему водительству, увидят это объявление и окажутся на этой платформе. Господь, там окажутся только те, которые призваны Тобой, избраны Тобой, и это Слово будет для них, для каждого участника. Есть свое время, есть свой сезон, есть свои стыковки, и Ты собираешь людей для конкретной цели, конкретных людей. И Ты сказал, я буду проверять Вашу силу, не Слово, а силу, ибо Дух Святой не в Слове, а в силе обитает. Аллилуйя, Господь! Пусть каждый поймет и ощутит, какие новые возможности нам дарованы новым заветом, какие новые способности мы обретаем в Тебе. И пусть это поднимется и активируется в каждом человеке. Вновь и вновь произойдет это просеивание. Ты разрешил просеять. Но мы не говорим про то просеивание, которое Ты разрешил Сатане. Мы противостоим Сатане и всякой силе вражьей. Мы противостоим, и в этом есть Твоя сила излияния Духа Святого. Чтобы каждый из нас был активирован не только в том основном даре, который он считает своим, но в основном в том помазании и призвании, которое свойственно каждому из нас, которое присуще каждому из нас. Мы обладаем полнотой Божьих даров, полнотой Божьей силы. И дай нам тоже двинуться, чтобы мы не только призывали Твоего Духа и Его движения, но и сами не стояли, сами двигались, сами решились подлагать руки на больных, исцелять, освобождать, провозглашать все то, что Ты совершил на Голгофе, а сейчас реализовываешь. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за это время, которое мы провели вместе. Мы благодарим Тебя за всех тех, кто почувствует этот огненный поток, который начинается в сегодняшнем дне. Ты не кладешь преграду между днями, у тебя все на ладони, здесь и сейчас, и завтрашний день, он на ладони точно так же, как прошлое, содеянное на Голгофском кресте. Это вечность, которую Ты определил для нас. И пусть для нас это будет стартом, Господь, но Ты это запланировал, эту конференцию, Ты запланировал. Благословляю всех тех, кто уже окунулся в этот поток в сегодняшнем дне. Благословляю Надежду и ее семью, благословляю Татьяну и ее семью, благословляю Аню и ее семью, Викторию и ее семью, благословляю всех тех, кто не смог присутствовать на этом месте. Сама принимай это благословение. Пусть течет помазанное слово от Духа Божьего на Твой народ, активирует его в эти дни, когда особенно важно не только слово, но и сила слова, и сила Духа, и сила единства, и сила молитвы, Господь, во имя Твое и для славы Твоей. Аминь. Аминь. Дорогие, спасибо за участие, благословляю всех тех, кто будет это слушать в записи. Пропитывайтесь этим всем, присоединяясь к потоку Духа Святого и его призыву действовать, действовать, по-новому действовать, широко действовать, масштабно действовать в этом времени, влиять на то, что происходит сейчас, влиять ценностями Царства и его способностями, и его возможностями, которые есть у нас. Мы завершаем все благословения. Ища. Слава. 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 Слава.